Уважаемые слушатели, добрый день. Рад вас приветствовать в нашем цикле вебинаров для малого бизнеса. Сегодня Игорь Шадрин, руководитель отдела внедрения компании Кодерлайн, расскажет вам про его опыт внедрения 1С1F3.0. Нам осталось проверить, работа ли связь в этой презентации. Если все хорошо, просто поставьте плюсик в разделе Questions. Все отлично. Юрий, передаю вам слово. Желаю вам удачи. Коллеги, добрый день. Сегодня в процессе вебинара расскажу, как внедрить 1С1F3.0. Немножко слов о себе. Я являюсь руководителем отдела внедрения. Опыт работы в сети компании франчайзи более 15 лет. За время моей работы у меня более 100 внедренных учетных систем. Немножко о компании Кодерлайн. Компания Кодерлайн более 9 лет на рынке, более 1000 успешных проектов. На текущий момент более 500 сотрудников, 13 офисов по стране. Ну и можно сказать, что практически полное территориальное покрытие удаленными специалистами. По рейтингам. Компания Кодерлайн занимает второе место в центре реальной автоматизации. Общий рейтинг 1С, седьмое место. Ну, здесь далее представлены, так сказать, наши места по остальным компетенциям. Ну, начнем с того, что в любой организации, да, есть поставленные цели. Это заработать и сэкономить. С ростом компании встает вопрос по автоматизации и оптимизации бизнес-процесса. Когда растет количество операций, растет прибыль, да, нужно за всем этим следить. Ну и, соответственно, вот здесь компания приходит к тому, что нужна какая-то учетная система, да, чтобы начать в ней работать. Но не всегда получается сразу же, да, подобрать и начать работать. Разные причины на этот результат влияют. Но в процессе сегодняшнего вебинара я об этом расскажу. За период своей работы в франчайзе 1С сталкивался с различными компаниями заказчиков, которые приняли решение, что нужно внедрять и автоматизировать управленческий учет. Пробовали, не получалось, да, и в итоге принимали решение, что оставить все как есть. Потому что какие-то действующие процессы работают, и вроде бы и ладно. Основные причины ожидания и реальность не совпадали. Потому что заказчики зачастую считают, да, что они купили какой-то программный продукт, позвали компанию, которая все настроит, да, и получит уже готовый результат. Вот. Ну и отсюда следует следующая, да, причина – это неготовность выделять свои ресурсы для автоматизации. То есть помимо бюджетов, да, компании не готовы выделять свое рабочее время для того, чтобы функционировать свой учет. В рамках сегодняшнего вебинара мы познакомимся с технологиями внедрения, которые есть на рынке. Расскажу, какие технологии внедрения мы используем. И расскажу самое главное, да, вот как контролировать весь процесс внедрения. Ну, цель вебинара, да, это предоставлять инструкции для эффективного внедрения 1С.5. На текущем слайде программы нашего вебинара мы будем идти по порядку, да, с чего начать внедрение, основные этапы, краткий разбор и ответы на вопросы. Так, итак, с чего начать внедрение 1С УНФ? Первое, да, с чего стоит начать – это выбрать технологию внедрения. По какой технологии внедрения мы пойдем? На рынке есть, ну, две основные, да, технологии внедрения – это стандартное внедрение. Стандартное внедрение, оно достаточно простое. Мы приобретаем и устанавливаем коробочные решения 1С УНФ, производим настройки учета, проводим обучение пользователей, вводим начальные данные и справочники, ну, и запускаем работу. Следующая технология – это проектное внедрение, оно более сложное и дает больше вероятность, что мы добьемся нужного результата. Основные этапы, да, это экспресс-обследование бизнес-процессов. Потом мы эти бизнес-процессы, то, что мы наобследовали, да, мы их моделируем на типовом функционале. Дальше по итогам моделирования понимаем, какие блоки нам нужно будет доработать, в каких местах нам типовый функционал не подходит, да, и приступаем к этапу проектирования и разработки. Дальше подготовка к запуску – это обучение пользователей, переносы исторических данных, ну, и когда уже у нас все готово, мы уже переходим к этапу опытно-промышленной эксплуатации. Ну, теперь поподробнее. Стандартное внедрение. Я бы выделил следующие критерии для выбора данной технологии. Это, во-первых, небольшое количество пользователей системы, да, до 10 пользователей. Следующий критерий – это бизнес-процессы предприятия еще не сформированы и могут гибко меняться. Что это значит, да, что здесь пользователи, да, и сам функциональный заказчик, ну, сама компания готова подстраивать свои бизнес-процессы под типовый функционал 1С. Ну, и для того, чтобы мы могли все это гибко, так сказать, менять, да, и править, тут еще один фактор должен быть, да, это небольшое количество хозяйственных операций. Если у нас большое количество хозяйственных операций, ну, у нас просто времени не будет на то, чтобы подумать, как бизнес-процесс поменять. Корпоративное внедрение, да, ну, здесь, так сказать, противоположность, да, критерием выбора стандартной технологии – это когда у нас больше 10 пользователей, бизнес-процессы предприятия уже сформированы, и очень сложно их менять. Всего сложившихся традиций, порядков внутри компании. Потом большое количество хозяйственных операций не дает, ну, если большое количество хозяйственных операций, да, то изменение бизнес-процессов очень сильно может повлиять на прибыль компании. Да, вот мы можем потерять прибыль из-за того, что у нас будут ошибки в учете. Ну, и, соответственно, тут заказчик, да, вот, морально и физически должен быть готов выделять ресурсы на проект. Это трудовые ресурсы, да, это время сотрудников, ну, и немаловажный фактор – это все-таки бюджеты, да. Основные этапы, да, корпоративного внедрения. Ну, про стандартное внедрение там все и так понятно, да, поэтому мы больше, более детально и подробно разберем корпоративное внедрение. Экспресс-обследование бизнес-процессов. Здесь основные этапы, да, это мы опрашиваем ключевых пользователей, ну, чаще всего это бывает как раз и по конкретным блокам. Да, вот мы берем блок продажи, блок закупки и опрашиваем ключевых пользователей. Чаще всего ключевые пользователи – это функциональные заказчики, ну, по сути, это руководители отделов или департаментов. Каждое интервью, да, каждый опрос мы фиксируем протоколом и кого опрашиваем, ну, так сказать, просим подписать, да, то, что всего слов записано все верно. Когда у нас все блоки были проинтервьюированы, мы уже приступаем к такому этапу, да, как все эти протоколы склеиваем и составляем отчет об экспресс-обследовании. Зачем вообще проводить, да, экспресс-обследование? Ну, во-первых, да, в ходе этого этапа проводится сбор основных сведений у текущей ситуации у заказчика, проводится интервьюирование ключевых пользователей будущей системы. Также мы тут анализируем текущие учетные системы, что у нас имеется, их недостатки и, соответственно, какие проблемы решит новая учетная система. Структурируем полученную информацию, которую нам уже может позволить, да, оценить сроки, фазы и этапы всего проекта. Ну, а также немаловажный фактор – это бюджет всего проекта. Если идти, так сказать, во внедрение без данного этапа, то здесь чаще всего, да, вот, ну, можно сказать, что мы начинаем внедрять вслепую. И по ходу наших шагов, да, по ходу наших действий принимаем те или иные решения. Ну, и, соответственно, минусы, да, такого этапа – мы бюджет контролировать не можем, строки не можем контролировать, ну, и самое главное – непонятно, какой у нас вообще результат получится в итоге. Приведу некий пример, да, который вот у меня был в практике. Пришли, пообщались с компанией, которая занимается небольшим производством спецодежды. Заказчик нам поставил задачу, да, что нужно автоматизировать бизнес-процесс и какую-то учетную систему поставить. То есть на текущий момент у заказчика использовались таблицы Excel и 1С-бухгалтерия. Заказчик сказал, что мне это нужно, у всех это есть, и мы готовы там подстраивать свои бизнес-процессы под типовую функцию 1С. И, соответственно, был против того, чтобы мы делали какое-то обследование, и он просто не понимал ценности этого этапа. В результате что у нас получилось? Когда мы настроили весь функционал, перенесли исторические данные, провели некое обучение, пользователи сказали, нам так, все понятно, все нормально. Назначили день X, запустили базу, пользователи, ну, как говорится, заставили работать в этой программе, и пользователи нам тут начали говорить, что мы ничего не понимаем, верните, как было, почему здесь не так, как было в старой программе, да, и в итоге учетная система тут не запустилась. Ну, я бы назвал бы вот такие, такой подход, да, к внедрению, как говорится, и так сойдет. Вот под таким девизом чаще всего мы не достигаем нужного результата. Отчет об экспресс-обследовании, да, вот структурно, что он должен содержать в себе? Это общие сведения о заказчике, чем он занимается, структура компании, какие отделы есть, какие взаимодействия между отделами, фиксируются цели и задачи проекта, описываются кратко объекты автоматизации, ну, то есть, какие блоки мы будем автоматизировать, какие участки учета, и здесь мы как раз вот рисовываем функциональные рамки, да, всего проекта, то есть, какие процессы мы можем автоматизировать, а какие остаются на ручном направлении. А также здесь описывается организационная структура компании, да, кто за что отвечает, и, ну, то есть, здесь распределяются определенные задачи, да, между сотрудниками исполнителя и сотрудниками заказчика. Фиксируются требования к целевой автоматизированной системе, ну, на верхнем уровне, да, вот отдел продаж должен делать это, это и вот это, отдел закупок это, это и вот это, да. Фиксируется план реализации, то есть, мы на верхнем уровне расписываем, какие этапы у нас должны быть по конкретным участкам, что должны, что нужно сделать для того, чтобы получить нужный результат. Ну, и, соответственно, составляется план график следующего этапа, это этап моделирования, ну, и, соответственно, стоимость, да, этого этапа. На текущем слайде представлен скриншот оглавления отчета об экспресс-обследовании. Ну, я тут взял небольшой отчет об экспресс-обследовании, так он может, ну, как правило, в среднем он занимает где-то 30-40 страниц, а в некоторых случаях, если бизнес-процессы сложные, то это может и сотни страниц занимать. Ну, в среднем, на внедрение ОНФ где-то вот 30-40 страниц на отчет закладываются. На один слайд у меня все оглавление не влезло, поэтому у меня вот здесь на двух слайдах все представлено. Так, после, ну, того, как этап перс-обследования завершен, мы уже четко можем, так сказать, провести чек-лист по результатам, да, этого этапа. Это, во-первых, определенные организационные границы проекта, кто за что отвечает, определенные функциональные границы проекта, то есть какие процессы мы автоматизируем, какие нет. Подготовили предварительный план и, ну, и оценку всего проекта, да, то есть мы уже можем предварительно здесь какую-то вилку по внедрению уже дать, предоставить. Составляем детальный план и точную оценку следующего этапа. Вот, самое главное, отчет об обследовании должен быть согласован с заказчиком, ну, то есть заказчик должен подтвердить, что именно такие бизнес-процессы у него на предприятии существуют, и то, что мы будем автоматизировать именно вот эти участки. И после того, как мы те кризис провели, завершаем этап обспрос-обследования, мы переходим уже к моделированию. У нас есть отчет об экспресс-обследовании, здесь описаны бизнес-процессы, и на основании этого отчета мы уже проводим моделирование бизнес-процессов на типовом функционале. Дальше демонстрируем модельную базу функциональным заказчикам, и по несоответствиям функционалу, да, мы фиксируем реестр функциональных разработок. Вот, ну, немножко поподробнее дальше. Ну, вообще, суть процесса моделирования, да, для чего это вообще нужно. Мы здесь собираем, во-первых, кейсы, реальные кейсы процессов организации и накладываем их на типовый функционал 1С, ну, 1С-УНР. И самое главное, мы фиксируем функциональные разрывы, которые вот в дальнейшем потребуют каких-то дополнительных настроек или довольно-таки серьезной заработки системы. Простыми словами, да, исполнитель-заказчик в процессе этого этапа наглядно видит, каким образом будет использоваться типовый функционал 1С-УНР. Ну, и здесь чаще всего заказчику проще, да, принять решение, какой типовый функционал ему подходит, да, а какой нужно будет доработать. Ну, именно под конкретный бизнес-процессов предприятия. Ну, приведу пример, да, тоже в практике, ну, на самом деле в практике было много примеров, да, но приведу такой кейс, да, что компания занимается оптовыми продажами, решили допустить ОНФ без, ну, вообще без этапов окс-разобследования, моделирования. Ну, по сути дела, оптовые продажи. Ну, заказчик сказал, что массу просто купили подешевле, продали подороже. Ну, мы тут согласились, подписали договор и приступили к работам. Сделали следующую работу, да, подготовили к запуску. Очень много времени потратили на перенос данных, на перенос справочников и исторических данных. Это остатки и документы за определенный период. Провели обучение пользователей, вроде бы все тут хорошо, все отлично. Ну, когда уже наступил день запуска, выяснилось, да, что ожидания пользователей, они не соответствуют. И в итоге пользователи где-то начали саботировать процесс, где-то по своей вине, да, где-то из-за того, что чего-то не знали. Да, и вот в итоге в первый же день у них началась путаница с заказами покупателей. Непонятно, какой товар у них был зарезервирован, под какие заказы. При отгрузке товара, да, склад вообще всячески саботировал этот процесс и говорил, что нам это непонятно, нам тут что-то в системе нужно отражать. И в итоге начали отгружать как придется, и в итоге где-то за первые полдня у них явный пересорт начался. И в конечном итоге склад просто встал, так сказать, на дыбы и сказал, что все, мы отгружать товара не будем, потому что мы уже ничего не понимаем. В итоге запуск отменили, вернули как было, вернулись на старую систему. Ну, с заказчиком здесь проговорили, да, все-таки большой объем работы провели. Ну, результата не достигли, да, и поняли, что, ну, узкие места, почему у нас функционал не запустился. В итоге здесь удалось договориться с заказчиком, что дату запуска можно перенести. И провели огромную работу, выявили функциональные разрывы, ну, то есть тот функционал, который пользователи не устраивает. И больше уделили времени именно на подготовку. Ну, в конечном итоге вернулись все-таки к моделированию, да, и начали тестировать функционал с пользователями до запуска. Вот, в теории, как это выглядит, да, моделирование. Берем чистую базу 1С УНФ, настраиваем учет, то есть заводим организацию, проводим первоначальные настройки учета, вводим справочники, ну, необходимое количество справочной информации, да, там, несколько позиций, там, контрагентов, несколько, ну, там, 10-20 позиций номенклатур и так далее. И создаем сквозные примеры. Чаще всего мы здесь с заказчиком фиксируем, да, где-то 3 примера. Один – простой пример, второй – средние сложности пример, и третий – какой-то очень сложный пример, который на предприятии существует. Дальше мы эти сквозные примеры моделируем и демонстрируем заказчику. Демонстрируем именно по блокам. И с каждым пользователем, да, вот, проговариваем, где функционал подходит, да, и полностью устраивает, а где точно не взлетит, как говорится. Ну, и, соответственно, фиксируем рееструю функциональных разрывов. В результате, да, данного этапа мы должны согласовать документы, ну, основной документ, да, по этапу – это реестра функциональных разрывов. Ну, по сути дела, это перечень доработок. И в некоторых случаях мы используем такой документ, как карта функционального покрытия. Ну, карта функционального покрытия – это документ, который описывает, какой типовый функционал полностью устраивает заказчика. Вот, и реестра функциональных разрывов, по сути дела, это список доработок, какой функционал нужно доработать, и после этого мы вот эту модельную базу выделяем, куда тестовую среду, выделяем пользователей, которые в этой базе будут работать, да, и, ну, чаще всего такая модельная база остается где-то на серверах у заказчика, ну, чтобы заказчик мог отдельно, да, некоторые операции свои проделать, ну, так сказать, потестировать, да, этот функционал в своей уже тестовой базе. Вот, на данном слайде выглядит, ну, скриншот с документа ретрофункциональных разрывов. Здесь как раз вот структура какая, да, бизнес-процесс, операция заказчика, и краткий такой анализ, да, по действиям, кто что делает, какой, какие объекты в 11 используются, и, соответственно, требования заказчика. Вот, каждому, каждому функциональному разрыву мы присваиваем код, да, и, ну, чтобы как-то структурировать все требования, ну, и по каждому функциональному разрыву будет в дальнейшем написано техническое задание. Вот, это тоже слайд из ретрофункциональных разрывов, ну, так, кратенько, да, вот требованный заказчика, описание типового функционала, и мы фиксируем, какого функционального разрыва, ну, что в типовом функционале заказчика не устраивает, и как это нужно сделать. На текущем этапе мы это фиксируем только вот на верхнем уровне, без какой-то детализации. После того, как мы составили и согласовали ретрофункциональных разрывов, мы переходим к этапу проектирования и разработка. На некоторых проектах мы проектирование выделяем в отдельный этап, да, ну, по сути дела, проектирование, что это такое, да, мы здесь составляем технические задания по каждому функциональному разрыву и согласовываем все это с заказчиком. Разработка – это как раз вот, тут уже подключаются программисты и разрабатывают функционал согласно техническому заданию. И в рамках данного этапа еще проводятся такие работы, как перенос данных. То есть здесь мы определяем, откуда мы исторические данные будем тянуть, откуда справочники и так далее. Ну, и подготавливаем правила переноса. Ну, и на данном этапе, да, мы все, что зафиксировали ранее, мы уже пишем, да, вот конкретное уже частно-техническое задание. Ну, почему вот мы используем такой термин, как частно-техническое задание? Потому что в некоторых компаниях, ну, в таких вот крупных компаниях, около государственных техническое задание, оно, как правило, пишется по ГОСТам. Вот, по ГОСТам, ну, если писать техническое задание по ГОСТам, то здесь примерно 90% воды и 10% уже конкретики. Вот, а в частном техническом задании здесь уже свой формат, и мы здесь уже убираем воду и оставляем какую-то конкретику, да, что конкретно нужно сделать. Вот, ну, и дальше мы по техническим заданиям делаем доработки и тестируем каждую доработку отдельно. Каждую сдачу, да, вот с каждой доработки мы фиксируем документом приема-заточных испытаний. То есть берем функционал доработанный, демонстрируем заказчику и фиксируем, да, что устраивает, что не устраивает. Вот, если все устраивает, то все отлично. У нас есть подписанный протокол приема-заточных испытаний, что претензий по этому функционалу нет, да, и мы можем двигаться дальше. Вот, ну, в последнее время такое, ну, довольно-таки модное такое веяние, да, это использовать максимальный типовый функционал при внедрении. И, ну, программные продукты 1С на самом деле позволяют, да, практически все бизнес-процессы автоматизировать типовым функционалом. Вот, ну, иногда бывает, что нужен какой-то дополнительный функционал, и платформенные инструменты, да, 1С позволяют использовать так называемое расширение, расширение конфигурации. То есть мы не снимаем с поддержки конфигурацию, не делаем ее не типовой, оставляем ее на поддержке и добавляем расширение, которое уже дорабатывает уже, ну, добавляет уже необходимый функционал. Что это, что позволяет, да, расширение? Расширение позволяет в дальнейшем проводить обновление конфигурации, и здесь, по сути дела, не надо, да, тратить времени программиста, который будет сидеть и, там, несколько дней готовить релиз для обновления. Вот, ну, по сути дела, это здесь идет экономия еще и на сопровождении в дальнейшем. Вот, ну, мы всячески призываем к тому, чтобы типовый функционал не менять, а использовать максимально, максимально типовый. Технические задания должны быть подготовлены и согласованы заказчикам. После того, как это все согласовано, мы дорабатываем функционал и тестируем вместе с заказчиком. По итогам тестирования мы заказчикам подписываем протоколы ПСИ, ПСИ, да, приемы-заточных испытаний. Ну, протокол приема-заточных испытаний в скриншоте я не предложил, а в принципе он формируется в такой свободной форме. Когда у нас уже типовый функционал, ну, доработанный функционал уже реализован, да, и мы уже четко понимаем, что все, функционал готов, большая часть нас устраивает, да, мы переходим уже к этапу подготовка. В процессе подготовки обязательно нужно провести обучение пользователей на модельной базе, да, вот на тестовой базе. Обучение мы разделяем по группам, потому что пользователи системы, они все разные, каждый отвечает за свой участок, да, и здесь мы разделяем пользователей по конкретным блокам, ну, по группам. В некоторых случаях мы разрабатываем рабочие инструкции для пользователей. Ну, как показывает практика, рабочие инструкции для пользователей, они очень полезны на стадии старта, когда пользователь может открыть эту инструкцию, да, и действовать, ну, выполнять свои действия согласно инструкции. В некоторых случаях мы применяем такой этап, да, как тестовый прогон сквозных примеров, ну, по сути дела мы здесь уже прогоняем конкретный сквозной пример в такой ролевой модели, да, есть менеджер, который выполняет свою работу, есть закупщик, который делает свою работу и так далее, да, то есть каждый пользователь выполняет свой участок работы, и мы в конечном итоге смотрим на конечный результат. А если у нас все хорошо, да, все, мы тут уже переносим начальные остатки и занимаемся выберкой данных. Ну, чаще всего выберкой данных занимается заказчик. Мы, как исполнители, предоставляем инструменты, да, мы можем показать, ну, сделать техническую выборку. Ну, по сути дела, сколько документов и объектов было выгружено и сколько было загружено, да, а как они были загружены, здесь заказчик уже самостоятельно должен это все проверить. В итоге, да, вот некий такой чек-лист по этапу. Мы провели обучение пользователей и разработали рабочие инструкции. Развернули информационную систему в рабочей среде, настроили систему для отражения всех включенных в проект бизнес-процессов, да, ну, который у нас вот ограничен функциональными рамками проекта. Произвели настройку прав и ролей пользователей. И, соответственно, сделали перенос исторических данных из ранних систем. Дальше. Настраиваем интеграцию со смежными системами, ну, в примере 1С ОНФ, да, мы здесь обязательно настраиваем интеграцию с 1С Бухгалтерией. Ну, чаще всего мы используем тепловой механизм. Выполняем выборку данных, ну, и при необходимости их корректировку. Дальше, ну, обязательное условие – это нужно на рабочих местах пользователей добавить базу, развернуть саму систему, и чтобы у пользователей на рабочих местах уже доступ к этой базе уже был. Вот. Ну, и вот здесь, как результат, да, вот, подготовки к опыту промышленной эксплуатации. Мы все проверили, и в конечном итоге, да, мы подписываем акт передачи системы в опыту эксплуатацию. Ну, и, соответственно, назначаем день X, ну, дату запуска. Вот. Запуск в опыта промышленной эксплуатации, да, назначается дата запуска, и на старте здесь исполнитель предоставляет консультацию пользователям. Ну, чаще всего здесь один-два консультанта находятся на территории заказчика на полный рабочий день и помогают пользователям освоить новый инструмент. Вот. Ну, по сути дела, да, вот опытная эксплуатация, она уже проводится силами заказчика, исполнитель здесь только занимается поддержкой, поддержкой заказчика. И здесь уже, так сказать, реальные данные уже вводим, да, и начинаем работать. В некоторых случаях, да, есть необходимость ввести учет, ну, так называемый двойной учет, да, одновременно в двух системах, в старой и уже в новой, чтобы понять, какие вещи соответствуют полностью, да, какие нет. Ну, и в дальнейшем это уже исправить и полностью уже исключить работу в старой системе. Вот. Ну, здесь этот этап используется не всегда, это уже обговаривается индивидуально уже с каждым заказчиком. Вот. Ну, и срок опытной эксплуатации, он согласовывается отдельно, и, как правило, он где-то от одного до трех месяцев занимает. Ну, на начале, на старте, да, в первую неделю здесь исполнитель максимально поддерживает пользователей, а во вторую, в третью и в последующую неделю он уже может где-то там по два часа в день выделять на помощь. Вот. Ну, это все обговаривается и согласовывается. Ну, вот. Если взять практику, да, ну, вроде бы все довольно-таки просто, логично, да, и что может пойти не так, да. Ну, на практике, обычно вот на запуске, да, всегда стресс у пользователей, у пользователей-заказчика, да. Все пользователи знают, что делать, но боятся сделать какие-нибудь неправильные действия, да, и где-то поправить, ну, сделать какие-то неправильные операции. А также, ну, хочу отметить, да, что всплывают ошибки, которые, ну, мы никак не могли предугадать, да. Я просто заказчик об этом не говорил, и, ну, чаще всего это такие один на миллион, да, один случай на миллион возникает. Тут у, ну, допустим, у менеджера возник какой-то там заказ очень сложный, да, и непонятно, как его отразить в системе. Вот. Ну, чаще всего такие ошибки мы сразу же на ходу исправляем. Ну, самое главное, да, вот, большая часть функционала позволяет заказчику выполнять все свои задачи, да. То есть отдел продаж выставляет счета, делает продажи, отдел закупок может спокойно делать заказы поставщикам, склад может отгружать продукты. Ну, если у нас производство, то, соответственно, производство тоже отражает все свои операции в системе. Какая-то часть функционала может работать не так, как заказчику нужно, но это уже выполняется в ходе, ну, по ходу сопровождения, да, по ходу запуска. Ну, самое главное, да, вот, где-то 80-90% функционалов позволяет работать точно. На практике, да, специалисты-исполнители, вот, в первый день, они вот разрываются между пользователями, потому что здесь пользователи, ну, как говорится, тянуты дело на себя, да, и говорят, ой, помоги мне здесь, помоги тут. И исполнители, вот, если компания большая и пользователь находится на разных этажах, то, ну, представьте, да, и консультант бегает с одного этажа на другой, и, ну, такой некий разрыв между пользователями существует. Вот, ну, чаще всего здесь просто пользователи хотят убедиться, да, что они делают все правильно. Вот, ну, и как-то вот, ну, если знают, да, что консультанты тут есть, проще вот с ними еще раз там поговорить и выполнить свою работу уже качественно. Немаловажный фактор, да, нужно учитывать, что запуск лучше производить в самый такой низкий период загрузки, ну, потому что пользователи в первые дни выполняются в работу с довольно низкой скоростью. Им нужно все просмотреть, все проанализировать, правильно ли они делают, ну, взять даже банально, да, выставление счета. Они делают заказ покупателю, не знают, какой статус поставить, и анализируют, смотрят инструкцию, ну, это чаще всего примерно где-то в полтора-два раза ниже скорость работы. Ну, в дальнейшем это все выравнивается, и, ну, пользователи уже как-то уверенно начинают работать в системе. Ну, и самое главное, да, результат внедрения учетной системы, он сразу не виден. Ну, в первые дни, наоборот, даже может возникнуть какой-то негатив, потому что все делают какие-то ошибки в учете, исправляем их на ходу, но в конечном итоге, да, вот результат, он уже виден где-то только после первого месяца работы. А бывает и после, там, второго-третьего месяца. Что можно отнести к результатам, да, внедрения? Это, во-первых, формирование отчетов, ну, и скорость получения, да, различных отчетов. Раньше отчеты, там, составлялись несколько дней, сейчас они составляются очень быстро. Да, это повышает скорость обработки данных, и самое главное, есть прозрачность операции. То есть руководители отделов, руководители самой компании, может путем формирования отчетов четко проследить, где что происходит. Вот, ну, сразу хочу сказать, что это, что это видно не сразу, да. Чаще всего пользователи начинают говорить, что зачем нам вводить так много данных, но это вот позволяет получать правильные и, ну, правильные отчеты, да, чтобы потом в конце месяца не составлять какие-то глобальные отчеты, ну, по расчету зарплаты, по закрытию месяца, да, если мы эти данные в течение месяца вносим, то мы вместе закрываем быстро, и отчеты очень быстро формируются. Ну, вот, результат этапа, да, во-первых, мы составляем реестр замечаний, ну, то есть любое замечание желательно фиксировать, да, и актуализировать. Согласно этому реестру замечаний устраняются все замечания, ну, которые выявили, да, по итогам опытной эксплуатации. И когда мы уже все, заказчика отпускаем, да, в работу, подписываем акт передачи объектов в промышленную эксплуатацию. Вот, ну, вроде бы здесь все уже хорошо. Так, ну, итоги корпоративного внедрения. Мы можем перейти на новую учетную систему с минимальными рисками, то есть мы предусмотрели практически все нюансы, все бизнес-процессы, и четко уже знаем, как работать в новой системе. Повышается скорость обработки данных. Раньше, ну, чаще всего, да, зачем люди, ну, компания автоматизирует процесс, да, потому что зачастую пользователи некоторые данные обрабатывают вручную, да, там, ну, на практике это какие-то огромные таблицы Excel, в которые вносятся данные, да, и если где-то ошибка закралась, то на поиск этой ошибки выходит очень много времени. Система позволяет как раз это все учесть, да, и очень быстро обрабатывать эти данные. В процессе работы, да, пользователи получают оперативные данные путем формирования различных отчетов. Ну, условно, да, менеджер по продажам, чтобы отгрузить продукцию, да, отгрузить товары, и чаще всего обращаются на склад и спрашивают, да, там, алло, Вася, там есть какие-то товары, мне нужно вот столько-то. Пока кладовщик пойдет, посмотрит, есть ли это, да, уйдет время. А здесь менеджер может сформировать отчет по остаткам и посмотреть, что в системе эти данные есть, значит, товар можно отгружать. Вот. Ну, и кладовщик тоже. Если мы еще автоматируем склад, делаем адресное хранение, то сотрудник склада может быстро понять, где у него этот товар находится. Ну, и самое главное, да, повышается прозрачность деятельности предприятия. Можно проанализировать, где у нас личные действия происходят, где у нас работа проводится неэффективно, где можно сократить наши расходы, да, и где можно, ну, за счет увеличения обработки данных, где можно увеличить прибыль, да, компании. Ну, сама система не даст, да, гарантии того, что нужно, вот, она не сократит расходы, она даст понимание, где это можно сделать. Вот. И один из немаловажных факторов, да, это новые инструменты для работы. Старые учетные системы, они отстали уже, то есть, отстали в сфере IT, да, и, ну, если вот брать конкретные примеры, то старые учетные системы, их очень сложно интегрировать с маркетплейсами, с интернет-магазинами, либо настроить интеграцию с различными информационными системами, там, типа честного знака или, там, электронных документов оборота. Вот. Новые инструменты, да, новая система, она позволяет использовать современные возможности, ну, по максимуму. Итоги. Мы рассмотрели две технологии внедрения, да, стандартное внедрение. Какие плюсы я бы хотел отметить? Во-первых, да, стандартное внедрение позволяет получить быстрый результат, то есть мы настроили саму систему, запустили работу, да, и видно, какие этапы, какие бизнес-процессы мы уже автоматизировали. Из плюсов, отмечу, что здесь минимальные трудозатраты. Но также надо понимать, какие минусы, да, у стандартного внедрения. Результат у нас непредсказуем. Либо у нас бизнес-процессы впишутся в типовый функционал, либо не впишутся. И зачастую, да, бывает так, что мы вот на верхнем уровне автоматизировали процессы, да, и в дальнейшем можем детализировать учет уже на конкретном участке в процессе сопровождения. Вот. Ну, и, соответственно, двигаться уже к этому результату, да, который хотим получить от системы в конечном итоге. Вот. И не всегда удобно подгонять свои бизнес-процессы под типовый функционал. Ну, за счет того, что сложились уже определенные традиции, многие пользователи привыкли работать, да, именно по такому-то порядку. Очень сложно иногда бывает вот проработать и подгонять вот бизнес-процесс под типовый функционал. Ну, это надо понимать. А корпоративное внедрение, ну, какие плюсы, да, позволяет получить готовый инструмент для учета текущих бизнес-процессов. Ну, более точных, ну, с предсказуемым результатом. Из минусов, что бы хотел отметить, во-первых, это длительный срок внедрения. По всем этапам, да, пройтись, это, ну, занимает, как правило, ну, на моей практике минимум это 3-4 месяца, да, максимум где-то вот 9-12 месяцев. Ну, я бы назвал все-таки в среднем срок внедрения по корпоративному внедрению, это где-то 6-9 месяцев. Вот, и из минусов, да, это большие трудозатраты со стороны заказчика и исполнителя, ну, которую, ну, по сути дела, такое внедрение, это инвестиции в дальнейшую работу, да, заказчика. Так, ну, коллеги, я рассказал про тему, как внедрять 1С УНФ, как я это делаю, как наша компания этим занимается, и хотел бы от вас получить обратную связь. Как мы можем вам помочь? Нажмите 1, если есть вопрос и нужна консультация. Ладно. Нажмите 2, если есть задачи и готовы обсудить. И нажмите 3, если было интересно, и спасибо за вебинар.